Людмила Вилинская-Хайрулаева, выпускница Сочинского училища искусств. Сейчас она учится в Московской консерватории. Ее партнер по сцене – итальянский пианист Андрео Мерло. Дуэт сложился четыре года назад, и за это время музыканты неоднократно выступали в престижных концертных залах России, Австрии, Германии, Италии. А такие афиши в родном городе вызывают у исполнительницы совсем другие эмоции. Для меня это гордость. Как в Сочинке видеть такие замечательные афиши. А для Андрея Мерло Сочи, да и в целом России, как маленькое открытие со своей русской музыкальной душой, которую он, как человек любопытный, и захотел познать. Мой папа говорил, что ты должен в Россию ехать. Я не знал. Я думал, что здесь только иглу, пингвины и балалайка. То есть нам показывают такие образы, американский фильм. Русский композитор имеет смысл, только если понять их глубоко. Они очень особенные. Природа, да и сам воздух, говорит музыкант, наполнены тайной и какой-то беспорядочной, огромной энергией. В международном конкурсе пиано-вочи, что в переводе означает фортепиано и голос, Людмила и Андрея получили первый приз, учрежденный концертно-филармоническим объединением Сочи. Пиано-вочи, в этом есть какая-то такая магия. И ты, с одной стороны, понимаешь, о чем речь, а с другой стороны, это вот как-то с каким-то таким вот флером, вот таким итальяно-российским, правда? Поэтому с большим удовольствием вручили наш приз, нашу вот эту нотку Сочи, эксклюзивный подарок Людмиле и Андрея за обаяние молодость. В программе «Вечера» прозвучат арии из опер «Рассини», «Деницетти», «Пучини», из мюзиклов Леонардо Бернстайна и фортепианные сочинения Фредерика Шопена. Пока одна репетиция сменяется в другой, пианист подчиняет себе инструмент. Бекштейн из лучших инструментов фирмы в мире, и с ним у меня достаточно хороший контакт. Нам не удалось сразу, но мы познакомились чуть-чуть, и я думаю, что будет звучать, как я хочу. Концерт состоится в зале органной и камерной музыки в пятницу 26 сентября. Елена Авсецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.